Здравствуйте дорогие друзья, с вами снова фирма Петерсон, сегодня и я Эдвард Петерс, сегодня у нас суббота 8 часов утра, сказать неугомонно. Ну да, я же вам вчера пообещал на посиделках, что я вам покажу сегодня, как делается такой тоже европейский натюрморт, европейский стиль, но мы добавим в него еще и немножко русско-азиатского, скажем так, флера. Я уже говорил, чем отличаются наши натюрморты, допустим, или голландские натюрморты, которые мне ближе всего к европейским, немецким. Я думаю, что это все-таки к немецким больше относится такой стиль, потому что у итальянцев несколько другой, у испанцев тоже. И я думаю, что именно вот это выхолачивание цвета из жизни, это чисто такое немецкое изобретение, потому что я это вижу в повседневности, я это вижу в одежде девушек молодых и там. То есть, как бы моя русская половина не совсем это принимает. Вот сын у меня, он это полностью, он обучился здесь, он полностью это принял, может в этом стиле спокойно работать. Но, когда у него поступил заказ из Украины, там два комика делали свою водку, и нужно было сделать что-то такое чисто русское, он пришел ко мне. И мы с ним разработали такую водку, не знаю, пошла она, этикетку на водку в продажу или нет, когда два зайца там, или два комика, косили юмористы, косили траву, вокруг была чисто такая сказочная русская атмосфера с совами, с луной и так далее. То есть, вот вам небольшой пример. Я пытаюсь совместить в себе эти две ипостаси, иногда получается, иногда нет, но вот сегодня мы как раз сейчас посмотрим чисто такую попытку создать что-то немецкое. Как правило, немцы используют своих натюрмортов такие, скажем так, два-три цвета, не более. Они стараются, допустим, сохранить этот стиль простоты и, на их взгляд, элегантности, возможно. И поэтому я попробовал именно так. Вот это ихние украшения, я не помню, что бы у нас в России делали такие елки. Потом астролистник, это тоже принадлежит. Банки обмотанные жгутом, кажутся им очень красивыми. Ну и свечка. В принципе, они не часто не озабочиваются тем, что нужно так вокруг свет какой-то или еще от банки. И они зажигают, и, в принципе, этого для декорации им достаточно. Что мы сейчас с вами и сделаем. Сейчас мы зажжем свечу. Ну, чревато в том, что это последний коробок и последняя спичка. Если не загорится, а она подозрительно выглядит, то придется бежать в магазин покупать зажигалку спичек. Ага, все, опытный Костровой дал себе знать. Так, есть. Ну, вот, в принципе, вот то, что уже есть, мы можем снять и получим тот самый немецкий натюрморчик. То есть, сейчас мы видим свеча. Немножко свеча не здесь, и вот это. Но, естественно, ей не хватает осветить, чтобы сзади так придать какой-то такой свет интересный. Ну, вот мы снимем, как оно. То есть, поставил, снял. Значит, так, у меня одна четвертая диафрагма, выдержка одна четвертая, диафрагма 8, 500 изум. И снимаю ее в рог. И так. Подняли зеркало. Нажали. Получили вот такую картинку. Ну, в принципе, нормально. Да? Но моя русская половина, она требует чего-нибудь такого. Поэтому, мы с вами сделаем так. Мы включим сейчас два моих светильника. Сначала включим один. Так. Где он у меня отключается? Вот так. Включим один. Это неоновый свет. Дедолайт самодельный из ламп для подсвечивания кухни. И попробуем сейчас снять вот в этом свете. Я хочу придать нашей картинке немного световой рисунок. Не то, что немного, а сильно немного. Поэтому я сейчас перевел просто на те же самые параметры. Теперь у меня одна сороковая выдержка. И, как видите, я включил сюда поставил пятно с помощью своего икеевского светильника. Так как у него есть диапрагма тоже, есть линза. Я сфокусировал вот сюда. И теперь, чтобы у меня более-менее совпало с цветовым балансом, балансом белого, так как мы снимали на белом фоне, ой, со светом из окна, прям сейчас идет он небольшой, но тем не менее хватило. Я, тут есть два пути. Один из них, допустим, попробовать, если у вас камера хорошая, попробуйте на автомат. Он как-то выведет вас уже на более-менее. Тем более, что это у меня галоген стоит. Вы помните, галоген против... нет, это не он стоит, LED стоит. Галоген против LED. У него свет ярче, цветовая температура другая, чем у галогена. А второй у меня галогеновый, поэтому как бы тут я поэтому и снимаю в RAW формате, чтобы, если что, потом как-то скомпенсировать это дело. Ну, сейчас это у меня стоит просто на автомате, потому что если я в RAW снимаю, то я вообще ничего не боюсь. Поехали. Фотографируем. Так. И сравниваем. Вот то и это. Вот уже мы получили такой источник света, идет откуда-то, да, но лампа у нас при этом погасла, естественно, это перебивает цвет. Хорошо, что я не с моноблоками работаю сейчас, не со вспышками, а там вообще было бы ничего не видно. Ну, а сейчас я подключу вот в это место немного желтого света. Я даже не ставлю никакие фильтры, потому что цветовая температура сама по себе уже дает желтые. Ну, посмотрите. Сейчас я вас поближе поднесу, чтобы вам было видно. Видите, вот я его навожу вот сюда. Тем самым я желтый свет сохраняю для свет, который падает на вот эту белую елочку и немножко туда. ясно, что нам потом придется добавлять еще, но во всяком случае это уже подмога нам будет. Так, давайте сфотографируем, посмотрим, что получится. Так, фотографируем. Давайте сравним сразу, что было с одной лампой и вот со второй. Изменения небольшие, но они есть, и нам этого будет вполне достаточно. а теперь мы с вами пойдем и пойдем с вами в фотошоп дублей не будет, я за душой. И там обработаем фотографию, потому что русской мы половине души, хочется снега, каких-то китчевских снежинок и более такого красивого света, скажем, от банки. Ну, вот что мы сейчас с вами сделаем. Итак, вот эта картинка. Ну, давайте начнем с того, что сделаем ей баланс белым. Возьмем пипеточку, поищем через серенькое. Вот температура 3,850. Да? Нам бы нужна холодная вот такая пускай будет. Да? Вот такая холодная. это мы первое с вами сделаем. Второе, что нам нужно сделать, это взять вот эту кисточку и пройтись здесь немножко посветлее сделать. Это много было. И вот тут высветить. Вот так. Угу. Еще раз пойдем к себе. Посмотрим температуру. Может быть, мы чуть переборщили. вот так будет правильно. 3400 нормально. Открываем это изображение. И теперь нам надо озаботиться тем, что в принципе тут все нормально. Ничего делать не надо, кроме как навалить снега. поснежина какие-то понапилки. то есть мы создадим сейчас еще один фон. Возьмем кисточку, возьмем цвет вот такой где-то оранжевый. такой. Так. и сейчас с помощью градиента кругленького радиальный наверное называется что-то не показывает не рассказывает какой-то градиент ну ладно мы создадим вот такой орел да и пойдем поищем себе нормальное наложение нормальное называть тем чтобы допустим это для меня это жесткий свет в этом случае вот оно можем поискать что-то другое допустим да давайте посмотрим допустим перекрытие слабовато мягкий свет тем более ну можно как бы оставить мягкий свет здесь попробовать сделать так ребят сейчас мы с вами это сделаем давайте мы Ctrl Shift Alt E соединим эти два слоя и сделаем еще на одном слое еще раз сделаем вот этот кружочек оранжевый а к нему при применим уже жесткий свет вот вот так оно будет лучше единственное что вы видите у нас очень сильно пересветился этот жгут поэтому я советую здесь просто напросто взять сделать маску и тут протереть меня как всегда отказал лейком почему-то седьмой версии он очень плохо работает то есть иногда при включении драйвер становится на место иногда нет и тогда приходится уже тут колдовать все так и вот теперь я сейчас возьму не снежинку естественно не снежинку мне надо обычная мягкая круглая вот непрозрачность уменьшим и будем так аккуратненько здесь с помощью черного подвинем и вот так не особо нигде не задевая будет хорошо заодно посмотрим у меня эта банка в общем-то из-под кофе да вы видите там какие-то карты нарисованы в общем чертиш поэтому мы сейчас возьмем инструмент штаб и тут я сейчас это дело проштаблю так вот 1 1 2 2 3 3 инструмент заливательный залипательный вот так ну здесь тоже уберем остальное так не скажем не очень критично так вот таким образом там как будто это веточка ну то есть тут надо тоже меру знать не в картинной галерее третяковскую готовим а просто на стоке поэтому можно немножко обойтись так как немцы говорит сломки немножко поделать так она даже потерпнет этот край банки что в общем-то и довольно-таки и хорошо так а свечку выровняем сейчас возьмем первое скажем выполнить область один пиксель и также взяв штампик мы тут быстренько сейчас поправим вот так все хорошо чтобы не было ножниц никакого реза инструмент размытия побольше и вот так еще пройдем инструмент размытие готово посмотрим сейчас с помощью инструмента палец тут не совсем хорошие всякие разные ряд мы их уберем они нам как бы не нужны в этом случае затемнение теперь замена светлым ну и в крайнем случае мы можем взять всегда инструмент до вкладка это взять сюда кинуть это взять сюда кинуть и больше нам ничего уже и не надо хорошо так мне показалось что вот нижняя часть слишком темненькая поэтому мы сделаем просто мы сейчас просто поставим уровни и будем добавлять вот так чуть-чуть света вот так да потом мы переключим это в режим черной маски Ctrl и и теперь уже взяв белую кисточку или кисточку с белым цветом можем спокойненько здесь размер побольше или вручную поводить или с помощью так и еще посмотрим может быть нам посвятее надо вот так вот 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 хорошо готово теперь можем опять Ctrl Shift от E на компьютер мощный выдержит сколько угодно слоев хорошо это мы с вами сделали отлично ну и теперь давайте этот снег нарисуем мы же помним когда возьмем сейчас слой возьмем белую кисточку так что-нибудь такое большое окно вот вот так уменьшим ее и начнем аккуратненько здесь рисовать оранжевый снег белый конечно ставим и пошли без особого нажима везде где только можно не пересердствуем ясно делаем делаем большие делаем маленькие так 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 не совсем маленькие ну как же Новый год без снега это на мой взгляд так на мой взгляд хорошо теперь мы возьмем у меня непрозрачно стояло 47 ребята и вот когда вы так попали в принципе можно просто вот слой копия сделать на 100% посмотреть еще копия вот так и соединить эти три слоя все выровняли ситуацию ну а теперь пойдем в фильтр размытие размытие движения и сделаем вот такое размытие движения под 90% под 90% ну давайте под 90% сделаем 90% скажем но все равно вверх или вниз вот так 90% отлично 68% смещения ну не знаю вот так наверное да хорошо и чуть-чуть не прозрачно сумею вот все теперь все хорошо 85% отлично ну и давайте еще конечно набросаем снежинку чего нам в общем-то бояться да где у нас снежинки какие-нибудь хорошие такие симпатичные вот это симпатично сделаем поменьше слой отдельный тоже и так раз не очень большие и не очень много можно сделать на шариках украшения под вид снежинок вот так можно взять еще какую-нибудь симпатичную снежинку допустим такую я их там в сети набрал я думаю что сток на меня не будет вот за это ругаться так это была неплохая идея только давайте в центре поставим тэнс убираю это была шутка так хорошо и последний если мы довольны всем этим то мы соединяем все слои контрол антие в один здесь ну как бы наверх ставим и сейчас я пойду свой любимый фильтр это вот этот фильтр не теплый мне нужен холодный фильтр 82 я больше как бы уважаю так кисти зачем нам такие кисти 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 надо убрать и вот теперь смотрите как симпатично получилось я сейчас специально вам покажу что реалистично идет свет попадает сюда на желтый здесь немножко желтого остальное идет голубой вот это вот это делает картинку более такой аутентичной как я люблю говорить все на этом мы с вами эту картинку закончили я думаю она у нас получилась ну вот дорогие друзья после небольшой обработки фотошопе мы с вами получили два стиля скажем так один немецкий второй полу немецкий но тем не менее я обе эти картинки поставлю в имеет спрос в следующем году нам уже в этом году вряд ли что-то выстрелит итак на этом я с вами прощаюсь возможно недодолго я не знаю я сегодня планирую еще пару натюрмортов сделать если мне останется время то мы с вами еще позанимаемся хорошо договорились ну а до этого ребят пока